Представляем учебную имплантацию интраокулярной линзы модели VET-UEL 712.5 от компании OptoVET. Линза поставляется в стерильном пластиковом кейсе. Необходимо снять наружную плотную бумагу и затем аккуратно снять пластиковую крышечку. Внизу на специальных упорах расположена интраокулярная линза. Линза полностью стерильна. Мы снимаем линзу с упоров с помощью пинцета, не имеющего зубчиков. Мы рекомендуем использовать пинцет с колечками от компании OptoVET. Это оптимальный инструмент для работы с интраокулярными линзами. Линзу необходимо замочить в физиологическом растворе хотя бы на 30-60 секунд, чтобы увлажнить ее поверхность и улучшить складывание. За это время мы готовим к имплантации картридж. Мы заполняем вискоэластиком на основе метилцеллюлозы обязательно носик и загрузочную зону в виде вот таких вот двух дорожек. После этого из раствора с помощью этого же пинцета мы вынимаем интраокулярную линзу и укладываем ее в картридж, так как показано на видео. Мы позиционируем линзу в указанном картридже, размещаем оптическую часть ровно в загрузочную зону. С помощью микрохирургического шпателя шириной 1 мм мы нажимаем на центральную часть линзы, плотно придавливая ее к дну загрузочной зоны и аккуратно одновременно сгибаем крылышки картриджа. Затем гоптические элементы складываем один на другой, приминаем линзу с помощью шпателя, закрываем крылышки, перед закрытием крылышек шпатель извлекаем. Дальше мы плотно соединяем крылышки картриджа. Вы должны услышать щелчок, который свидетельствует о том, что крылышки закрылись и укладка осуществлена правильно. Дальше обязательно под микроскопом вы визуализируете, что линза полностью уложена в трубочку и мы вставляем закрытый картридж в одноразовый инжектор, предназначенный для работы с этим картриджем. Картридж вставляется до щелчка, он фиксируется зубчиками инжектора и после этого мы пробуем ввести поршень со стоппером в картридж, чтобы убедиться, что поршень нормально входит, что имплантация будет осуществлена правильно. Учебная имплантация осуществляется в ванночку с физиологическим раствором. Мы плавно, одним непрерывным медленным движением давим на поршень. Силиконовый стоппер оказывает давление на линзу и выдвигает ее в носик картриджа и потихонечку выталкивает из носика картриджа в раствор. Мы нажимаем поршень до конца, линза полностью выходит из картриджа и расправляется. Имплантация тренировочная осуществлена успешно. Мы с помощью пинцета проверяем, что оптические и гоптические элементы линзы не повреждены. Видео предоставлено компании Аптовед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова